Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представляю вашему вниманию курс осложнений аварии в бурении нефтяных и газовых скважин. Ваш лектор Епихин Антон Владимирович. Ловильные работы или аварии в бурении нефтяных и газовых скважин. Ловильные работы скважинах – один из наиболее трудоемких видов капитального ремонта. В процессе эксплуатации скважин, проведение различных работ по текущему ремонту, воздействуя на призабойную зону пласта, могут происходить неполадки, связанные с разрушением, прихватом, обрывом части внутрискважинного оборудования, которая не может быть извлечена на поверхность обычными методами. Сюда же относятся и любые технологические операции при бурении скважин, которые также могут сопровождаться аналогичными явлениями. Что такое авария в бурении? Авария – это нарушение технологического процесса бурения скважины, вызванное потерей подвижности колонны бурильных труб или ее поломкой, с оставлением скважины элементов колонны, а также различных предметов, для излечения которых требуется проведение специальных работ, не предусмотренных проектом. Классификация. По объекту аварии они делятся на аварии с элементами бурильной колонны, в частности, обрыв бурильных труб, аварии с долотами, аварии с забойными двигателями, падение в скважину посторонних предметов. Также отдельная категория – это аварии в виде прихватов бурильных и обсадных колонн, аварии с элементами обсадной колонны и ее технологической оснастки, а также аварии из-за неудачного цементирования. Сюда же можно отнести и прочие категории аварий. До 95% всех аварий возникает по вине исполнителей в результате нарушения технологии бурения, условий эксплуатации оборудования и инструмента. Около 3-5% аварий возникает из-за заводского брака используемого инструмента. Небольшая часть аварий возникает из-за низкого качества технических проектов на бурение. Основная причина поломок элементов бурильной колонны – это усталостное разрушение металла под действием переменных по знаку и величине нагрузок. Поломка колонны бурильных труб возможна в результате чрезмерных нагрузок на нее при ликвидации аварийных ситуаций. Причины усталостного износа Дефекты в металле Искривление ствола скважины И знакопеременные нагрузки на элементы колонны бурильный труб Причины срыва резьбы бурильной колонны Чрезмерный износ резьбы из-за плохой смазки, низкого качества изготовления, эксцентричности ствола ротора и вышки, а также промыв резьбы. Предупреждение аварий с бурильной колонной Правила транспортировки Перевозка труб допускается только специальным транспортом, трубовозами. Длина выступающего конца труб должна быть не более 1 метра. Ведущие трубы могут перевозиться только в обсадных трубах. Резьбы труб должны быть защищены предохранительными кольцами. Запрещается сбрасывание труб с транспортных средств. Укладка труб производится комплектами с древянными прокладками. При этом необходимо исключать прогибы и удары при погрузке. Подготовка к эксплуатации – это чистка резьб труб и их контроль калибрами. Дефектоскопия, шаблонирование, установка протекторов при роторном способе бурения, опрессовка труб на полуторное рабочее давление, но не менее 30 мегапаскалей. На каждый комплект труб составляется паспорт. Предупреждение аварии с брильной колонной в процессе эксплуатации. Горизонтальность стола ротора, смазка резьб перед свинчиванием, докрепление резьб с рекомендованными моментами свинчивания, не допускаются резкие торможения и удары колонны ротор. Через 10-20 спускоподъемных операций рекомендуется менять рабочие соединения на нерабочие. Через 800 часов работы опрессовка колонн на полуторакратное рабочее давление, но не менее 30 мегапаскалей. Дефектоскопия труб с периодичностью от 20 до 90 суток, в зависимости от типа труб и условий бурения. Определение величины износа труб скобами. Для остальных труб это делается раз в месяц. Проверка резьб калибрами раз в месяц. Соответствие класса труб по износу условиям бурения. Это должно быть заложено в техническом проекте на бурение. Для легкосплавных бурильных труб водородный показатель бурового раствора должен быть менее 11. Признаки аварии с бурильной колонной. Падение давления бурового раствора на стояке. Снижение нагрузки на крюке. Повышение частоты вращения ротора при роторном способе бурения. Уменьшение силы тока в электродвигателе привода ротора. В глубоких скважинах это снижение температуры бурового раствора на устье. А также резкое перемещение колонной труб. Аварии с породоразрушающим инструментом. Отвинчивание долот. Поломка долот во время спуска инструмента. Износ опоры шарошечного долота и оставление шарошек на забоях. Заклинивание шарошек на опоре долота. Скол твердосплавных штырей шарошечных долот. Выпадение алмазов. Поломка лопастей долот режущего типа. Причины аварии с породоразрушающим инструментом. Передержка долота на забое. Превышение основной нагрузки, которая допустима для данного типа долота. Удары долотом по забою, уступам, выволам горной породы в местах сужения ствола скважины. Несоответствие типа долота буримым горным породам. Наличие металла на забое. Низкое качество изготовления долот. Тяжелые условия работы, то есть превышение эксклюзионных характеристик. Признаки аварий с породоразрушающим инструментом. Резкое снижение механической скорости бурения. Повышенная вибрация инструмента, посторонние шумы. Увеличение крутящего момента на роторе. Увеличение силы тока в цепи двигателя ротора. При роторном способе бурения. Предупреждение аварий с породоразрушающим инструментом. Соответствие типа долота буримым породам. Соответствие типа долота способу бурения. Запрещается транспортировка и хранение долот навалом и сбрасывание с транспортных средств. Периодическая очистка забоя скважины от металла. Налинчивание с помощью специального оборудования. Смазка и чистка резьбы. Визуальная проверка перед спуском в скважину и после каждого подъема. Обязательная приработка согласно требованиям паспорта на долоту. Контроль скорости спуска подъемных операций. И эксплуатация согласно требованиям проекта на скважину и паспорта долота. Аварии с забойными двигателями. Срыв резьбы. Отвинчивание. Поломка по телу. Заклинка двигателя. Причины аварий с забойными двигателями. Недокрепление резьб забойного двигателя. Нарушение правил эксплуатации. Высокое содержание твердой фазы в раум-растворе. Либо наличие посторонних предметов. Наличие дефектов в деталях забойного двигателя. Вмятины, трещины, погнутости. Отсутствие неразрушающего контроля. Качество деталей. В частности, отсутствие дефектоскопии. Признаки аварии с забойными двигателями. Прекращение углубки скважины. Падение давления брового раствора. При поломке двигателя по телу. Рост давления брового раствора. При заклинке ротора винтового забойного двигателя. Предупреждение аварий с забойными двигателями. Соблюдение правил транспортировки. Наличие фильтров бурового раствора в компоновке. Визуальный контроль дефектов и люфтов. Дефектоскопия и неразрушающий контроль. Регулярные опрессовки. Запуск двигателя без контакта с забоем. Аварии при геофизических исследованиях скважин. Обрыв геофизических приборов либо грузов. Обрыв геофизического кабеля. Прихваты приборов либо кабеля. Причина аварии при ГФИ. Неустойчивость стенок скважины. Несоблюдение скоростей спуска и подъема. Неисправность контрольно-измерительной аппаратуры подъемника. Падение посторонних предметов скважины. Причины. Нарушение правил эксплуатации инструмента. Применение неисправного инструмента. Наличие открытого устья скважины. Невнимательность обслуживающего персонала. Предупреждение. Падение посторонних предметов скважины. Применение неисправного инструмента. Закрывать устья скважины после подъема и извлечения компоновки бурильных труб. Использовать резиновые кольца, перекрывающие кольцевое пространство в процессе бурения и спускоподъемных операций. Кольцо одновременно служит обтиратором бурильных труб при подъеме инструмента. Применение специальных устройств, перекрывателей и устья. Аварии с обсадными колоннами. Прихваты, полет колонны в скважину, развинчивание и срыв резьб, смятие либо разрыв колонны. Предупреждение аварий с обсадными колоннами. Общие. Подготовка труб на трубной базе, дефектоскопия, опрессовка, шаблонирование, проверка резьб калибрами. Подготовка труб на буровой. Очистка резьб, визуальный осмотр, замер длины каждой трубы, маркировка, шаблонировка при спуске. Подготовка оборудования и инструмента. Прихваты обсадных колонн. Причины. Неподготовленность ствола скважины. Низкое качество бурового раствора, отсутствие смазывающих добавок в частности. Резкие перегибы ствола в местах искусственного искривления. Признаки. Несоответствие нагрузки на крюке весу колонны. Предупреждение прихватов обсадных колонн. Проработки ствола скважины. Промежуточные промывки. Расхаживание. Полеты обсадных колонн в скважину. Причины. Неисправность спуска подъемного комплекса. Срыв резьбы. Обрыв труб. Предупреждение падения обсадных колонн. Выбраковка труб, не отвечающих техническим требованиям при свинчивании. Докрепление резьб машинными ключами до необходимого момента без превышения. Смятие и разрыв обсадных колонн. Смятие и разрыв колонны может происходить в процессе ее спуска, цементирования, освоения и эксплуатации скважины. Причины. Несвоевременные доли в колонны при спуске. Максимальная глубина спуска бездолива 300 метров. При освоении это снижение уровня жидкости ниже допустимо. Низкое качество цементирования. Неправильный выбор параметров раствора цементирования. Предупреждение. Своевременные доли в при спуске. Недопущение значительного опорожнения при освоении. Контроль параметров бурового цементного раствора. Аварии при цементировании. Преждевременное схватывание тампонажного раствора в обсадной колонне. В жаргонной терминологии она называется «поймать козла». Недоподъем тампонажного раствора в затробном пространстве. Низкое качество цементирования и разрыв обсадной колонны. Признаки аварии при цементировании. В частности преждевременного схватывания раствора. Преждевременное повышение давления продавочной жидкости при закачивании и менее расчетного объема. Причины. Перерывы между закачиванием тампонажного раствора и продавочной жидкости. Плохое перемешивание цементного раствора с замедлителями схватывания. Наличие растворенных солей в воде, используемой для затворения тампонажного раствора. Остатки химических реагентов в ямкостях. Не учитывается сжимаемость продавочной жидкости. Предупреждение. Предварительный подбор рецептуры тампонажного раствора в лаборатории с учетом качества цемента, необходимого времени закачивания скважины и скважины температуры. Проверка качества воды затворения. Применение станций контроля цементирования. Очистка ямкостей от остатков химриагентов перед началом работы. Не допущение смешивания тампонажного раствора с замедлителями схватывания в мерниках цементировочных агрегатов. Аварии при цементировании. Недоподъем раствора. Общее требование к высоте подъема раствора. Направление кондуктор цементируется до устья. Технические эксплуатационные колонны в разведочных и газовых скважинах до устья. В нефтяных скважинах на 150 метров выше башмака предыдущей колонны. В газовых скважинах на 500 метров выше башмака предыдущей колонны. Высота подъема тампонажного раствора определяется геофизическими методами цементометрии. Причины недоподъема раствора. Ошибки в расчетах объемов тампонажного раствора и продавочной жидкости. И не учет сжимаемости продавочной жидкости. Аварии при цементировании. Низкое качество цементирования. Оно определяется геофизическими методами, а также во время опрессовки обсадной колонны после ОЗЦ. Предупреждение. Промывка скважины после спуска обсадной колонны до полного удаления шлама, в том числе и специальными растворами, с доведением параметров раствора до указанных ГТН. Применение буферных жидкостей, центраторов, турболизаторов, скребков, как технологической оснастки бурильной колонны, способствующей лучшему заполнению кольцевого пространства цементным раствором. Прочие аварии. Обрывы талиевого каната и падения талиевых систем. Перекос оснований буровых. Пожары, взрывы. Коллеги, благодарю вас за внимание. Надеюсь, лекция была для вас интересна и полезна. И приглашаю вас посмотреть остальные лекции данного курса. Продолжение следует...